МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие ребята! Наверное, многие из вас читали повесть Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». Помните, какие там творятся чудеса? Кузнец Вакула в рождественскую ночь, сотворив крестное знамение, укращает нечистого, а потом садится на него верхом, прямо как на коня, и заставляет лететь в Петербург к царице. Ну, конечно, кузнец Вакула – это персонаж выдуманный, рожденный писательской фантазией. А вот я вам сейчас расскажу об одном человеке, который действительно летал на бесе. И не куда-нибудь, а на святую землю. Звали этого человека Иоанн, и был он новгородским святителем. С самой своей юности находился он под особым покровительством небесной владычицы. Когда умерли его благочестивые родители, Иоанн со своим братом Гаврилом решили на деньги, полученные в наследство, выстроить в родных местах обитель в честь благовещения Пресвятой Богородицы. Вскоре выяснилось, что их средств явно не хватает. Что же делать? Братья усердно и с любовью молились Богоматери, и она не оставила, подала чудесную помощь. Однажды к братьям, откуда ни возьмись, прискакал прекрасный конь, нагруженный двумя огромными мешками с золотом и серебром. Этих богатств с избытком хватило, чтобы построить обитель и приобрести для нее все необходимое. Здесь святой Иоанн и принял иноческий постриг с именем Илья. Прошло немного времени, и инока Илью избрали на епископское служение, а потом он стал и архиепископом. Надо сказать, что сан этот достался ему в очень нелегкое время. Тогда, в конце XII века, начиналось объединение многих мелких русских городов в одно большое княжество под единым управлением. Но богатый, вольный Новгород совсем не желал ни с кем объединяться. Новгородцы привыкли жить по своим законам, никому не подчиняясь. Создальский князь Андрей Боголюбский готов был пойти войной на непокорный Новгород. К нему примкнули дружины и из других северо-восточных городов. Только подумайте, одних князей собралось больше семидесяти. Когда грозная весть о предстоящем неравном бое достигла Новгорода, горожане ужаснулись. Стали отправлять посланников для мирных переговоров. Но те возвращались с одним ответом. Пощады Новгороду не будет. Новгородцам оставалось только поручить свою судьбу Божьему промыслу. Объединенные войска уже осадили город и три дня стояли под его стенами. Но в эту тяжкую годину у Новгорода был сильный заступник перед Господом, архиепископ новгородский Иоанн. Со слезами молился он о своей пастве. Тот из вас, друзья, кто смотрел нашу передачу, посвященную новгородской иконе знамения, помнит, что на третью ночь святитель Иоанн услышал голос, повелевший принести икону Пресвятой Богородицы из храма на Ильине улице и поставить ее перед Суздальскими войсками. И эта икона спасла Новгород. Когда началась осада, какой-то суздальский воин выстрелил из лука прямо в святой образ. Пылились слезы из глаз Богоматери. Отвернулась она от суздальцев. И тогда напал на них неописуемый страх. Они словно ослепли, перестали отличать своих от чужих. И в ужасе пустились прочь. В честь этого события святитель Иоанн установил 10 декабря торжественный для новгородцев праздник – знамение Пресвятой Богородицы. Вот так отличало и миловало святителя Иоанна Пречистое. Это вызывало страшную злобу врага рода человеческого дьявола. Однажды ночью, когда святитель стоял в своей келье на молитве, лукавый начал плескаться в умывальнике. Хотел отвлечь Иоанна от молитвы и устрашить его. Но угодник Божий перекрестил умывальник, и бес оказался словно связанным по рукам и ногам. Крестная сила жгла его, как огнем. И лукавый не выдержал и закричал «Освободи, Иоанн! Умоляю, выпусти меня отсюда!» «За твою бесстыдную дерзость, – отвечал святой, – повелеваю тебе в сей же час перенести меня в Иерусалим и поставить у церкви, где гроб Господень. Потом возвратишь меня в мою келью, и я отпущу тебя». Бес повиновался слову святителя, ведь у человека Божия было самое для него страшное оружие – крестное знамение. Тут же преобразился он в коня и перенес святителя в Иерусалим. Здесь, перед священными вратами храма, благоговейно преклонил Иоанн колени. Внезапно сами собой отверзлись церковные врата и зажглись все лампады. С благодарными слезами святитель поклонился гробу Господня и припал к животворящему древу креста. А когда вышел из храма, лампады угасли, и двери церковные затворились. К утру святитель Иоанн уже снова был в своей келье. Вот так, без малейшего затруднения, завершил он свое чудно начатое путешествие и посрамил Лукавого. Память этого замечательного святого, Иоанна Новгородского, мы празднуем сегодня. Он один из самых почитаемых, любимых святых в Новгороде. Там, в главном соборе Святой Софии при мудрости Божией, находятся его святые мощи. Но не только в Новгороде. Во всех православных храмах звучат сегодня молитвы святителю, который своим примером явил, как сильна наша православная вера. Пусть этот пример укрепит нас, дорогие друзья. Я прощаюсь с вами, желаю вам всего самого хорошего и храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok